Во время пленарного заседания, которое продолжалось более двух часов, затронули темы развития и богатств Дальнего Востока, расширение региональной ипотечной программы, модернизации и строительства газовой инфраструктуры, глобальных и внутрироссийских вопросах политики и экономики. Один из них – стоимость топлива на АЗС для потребителей. Владимир Путин заметил, что полтора десятилетия назад был разработан инструмент взаимодействия с компаниями топливно-энергетического комплекса страны. Позднее применили демпферный механизм, который позволял сдерживать рост цен на топливо. При высоких ценах за рубежом, когда выгоднее импортировать, бюджет доплачивал нефтяным компаниям. В обратном случае НПС платили деньги в казну. Баланс нарушили. Сейчас правительство России занимается решением проблемы. – Правительство этим занимается. Связано это, я думаю, что здесь производители наши, они правы. Правительство должно было бы своевременно реагировать. Были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, для того, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка. Потом эти механизмы были отменены. Правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Это регулируемая позиция. – За счет того, что у нас высокий потребительский рынок, именно с точки зрения ценовой конъюнктуры, мы тот регион, который может платить много и готов платить много, то и цена устанавливается в зависимости от того, насколько регион способен переварить ту цену за литр бензина, который может. И те субсидии или инструменты, которые использует государство для поддержания стоимости бензина, они всегда могут взрывно влиять на цену бензина в нашем регионе, если это не касается именно тех инструментов, которые используются непосредственно в самом регионе. Продолжение следует...